Добрый вечер, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный и Елена Рухлина. Здравствуйте! Вот микрофончик Елена. А, вот это, да? Здравствуйте! Да, 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 это просто наушник. Ничего страшного. Вот так импровизировано собрались здесь, на Поклонной горе. Вот, если кто не видит, за нами вон Стелла. И даже находятся те, кто в такой холод прогуливаются здесь. Ну, наверное, приезжие. Друзья, почему мы здесь? Будет мероприятие 4 числа. Крестное шествие. Что такое крестное шествие? Вот, в моем понимании, это и оппозиционное шествие, и в то же время в какой-то части религиозное. А вот скажите, это ведь происходит на фоне того, что все заявки на русский марш были отменены? Отменены все заявки. Как всегда, причины они не указывают, но с 7 ноября собираются маршировать. Что касается кремлевских, то они и маршируют, и парады победы проводят. Что угодно они делают, не рождение свое исправляют. И что еще они? А, учения проводят, да? Тусуют, как хотят. Да, да. А где, где состоится крестное шествие? Это парк Коломенское, 4 ноября, в 2 часа, храм Казанской Божьей Матери, икона Казанской Божьей Матери. Вот оттуда мы пройдемся по этому красивому парку. Я там лично буду. Вот, типа, призывать сейчас вообще ни к чему нельзя. Но такая ситуация, что ничего нельзя. Поэтому думайте сами, решайте сами. Друзья, сегодня очень символичная дата. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. И наша страна, боюсь, рекордсмен по числу невинноубиенных, замученных и замордованных людей. И на самом деле, вот, крестное шествие, как мы вот с Еленой обсуждали сейчас, это еще и возможность почтить память жертв, большого количества жертв, репрессий, которые вот прямо сейчас у нас на глазах появляются и множатся и множатся. И впереди непонятно еще что. Заходим-то в концлагерь. Да, в цифровой концлагерь. Да. А вот эти вот, они с этими QR-кодами не отстают, отставать не собираются. Причем QR-коды совершенно гнусная, дебильная затея, потому что лекарств нет в аптеках в провинции, как сообщается из-за введения этих QR-кодов. Медперсонал сокращен, расходы на медицину сокращены и сокращаются, вот, и при этом, при всем лечитесь, как хотите. Да, и вскрывается все больше и больше вот сейчас в нынешней ситуации, тяжелой ситуации, вскрывается одна греха за другой. А власть молчит и штрафует, и штрафует. И, собственно, насколько я понимаю, это еще один повод как бы не молчать, да, вот эти вот штрафы чудовищные. Вот смотрите, друзья, вот такая ситуация. Я буду по минимуму говорить так, чтобы Захару не убили канал. Все можно посмотреть на моих страничках у Владимира Филина, у Кирилла Мямлина, на сайте ПДС НПСР. Заходите, не стесняйтесь, все в социальных сетях, друзья. Все эти темы мы оглашаем. Мало этого, у нас уже достаточно большой коллектив сбился, которые ходят рейдами. И, в общем-то, борются за свои права на улице, в магазинах, в метро. Но к чему разговор? Вот в такой ситуации, когда многие, ура, патриотические каналы, до смерти боятся помочь осветить какое-то мероприятие, то в такой ситуации все, что мы можем, это все-таки больше уповать на други свои и непосредственно на Божью помощь. Я человек светский на самом деле, но я другого выхода не вижу, как обратиться к высшим силам. Вот понимаете, вот некоторые сегодня пришли и говорят, вот вы должны выйти туда-сюда. Здорово вы, ребята, устроились, да? Вы почему не встанете рядом? Вы должны, слово императив, должны. Но чтобы иметь право командовать, покажите на личном примере. Если бы огромное количество оппозиционных групп, оппозиционных каналов поддержало нас, ну, для нас не страшно выйти хоть куда угодно, понимаете? Ну, а вот так выйти ради, в центр я имею в виду, ради того, чтобы вот просто, чтобы нас по-быстрому задержали, и мы потом фоточки ставили, как там в ОВД с нами обращаются. Да, и дикие штрафы. Ну, это тогда имитация, понимаете? Это тогда имитация. Выходить надо сразу всем в большом количестве. Но пока абсолютное большинство наших лидеров, несмотря на то, что они возмущаются, призывают к объединению, но когда к ним обращаешься, давайте вместе выйдем, они отказывают. Вот такая ситуация. А в ответ тишина, да. Да, и получается такая имитация, и даже вот с этой модной темой, не буду ее называть, во избежание страйка, да, даже вот с этой темой многие каналы говорят, 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 но ведь мы наблюдаем, что за границей люди чего-то добиваются только на улице, в том же Неаполе. Нет, но я хочу сказать, прошу прощения, вот в Соединенных Штатах Америки несколько тысяч долларов каждый гражданин получил, каждый житель, даже не гражданин, вот. А у нас там приостановили все дела, ЧП ввели, кредитные выплаты приостановили. У нас людям для поддержки не сделали ничего. Не буду говорить по неприличным буквам. Нет, почему? Людей лишили многих работы. Да, да, ну я имею в виду поддержки. На спину ткнули и неоднократно, как у нас и принято. И, собственно, ну вот, я, безусловно, если раньше меня метеоритом или чем еще не прибьет, я буду в этот день, в указанное время, в указанном месте, и буду для вас, друзья, трудиться. Прошу прощения, я обязан сказать эту формулу. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Взвешенные, разумные, друзья, без призывов всяких экстремистских и бреда. Ну да, ну можно я добавлю, все-таки, друзья, ну нужно понимать, что мы можем сколько угодно говорить в интернете, но есть реальная жизнь. Если в этой реальной жизни, вот, на улице не отстаивать свои права, то, то как, то как, и с теми удобно, чтобы мы сидели и возмущались, и все. Ну и здорово, такая имитация, все такие. Я ничего не буду говорить вообще ни про какие дела медицинские, я только скажу, молчать в тряпочку. Да. Больше ни слова. И получается так, что вот даже с этим крестным шествием некоторые говорят, о, вы тогда вот уклон в православие делаете. Друзья, приходите. Все желающие. Любых конфессий. Любых вероисповедений. Вы же должны понимать, что в Кремле сатанисты сидят, но и не только в Кремле. И здесь уже понятие, что такое сатанизм, оно для всех одинаковое. Абсолютное зло. И знаете, поэтому вот добавлю, как мы обсуждали, не просто крестное шествие, это шествие здравого смысла должно быть. Вот, и поэтому вот для всех людей, для людей светских, для людей, которые вне религии, для приверженцев ислама, для христиан, православных и католиков, для всех, кого угодно. Да. У тех, у кого есть здравый смысл. Смотрите. Потому что мир сходит с ума. Я хоть и православная, но считаю себя светским человеком. Ну вот, как я не смотрю на эту проблему и на будущий вот этот концлагерь, который на глазах у нас выстраивается, как не смотрю, вот без помощи высших сил ничего. Ну мы не сдвинемся никак, понимаете. Вот они сатанисты, они обращаются к сатане, он им помогает. А нам кто? Кто должен нам помочь? У нас, кстати, и родноверия в организации. Это же не только НПСР. Это народная солидарность, это и Оргкомитет протестных сил. Ну, я не знаю, как это передать. Может, я не научилась этого передавать. Но без вот этой энергетики, энергетики с космоса, как угодно вы ее назовите, энергетики веры в добра, в победу здравого смысла. Вот без призыва, притягивания этой энергии, ну, нам не победить. Я называю это ветер облачного мира. Ветерок. Бог помогает облачным, ветром помогает. Просто дует и все. Я верю, что ветер перемен уже дует над нами. И дай Бог, чтобы он был добрым. Можно я еще добавлю все-таки? И опять-таки, вот, обращаюсь к критикам нашим, диванам, да? Вот смотрите, ну, мы же все поддержали шамана. Ну, мы поддержали шамана. Шаман молодец. Да, с его обрядами. И Кремль его испугался. Понимаете? Если будет какое-то мусульманское шествие, до которого допустят женщины, это будет против сатанистов и сатанизма и концлагеря, ну, я тоже выйду. А как? Вот не надо искать то, что нас разделяет. Самое главное, что нас объединяет. И как нам вот всем все-таки отказаться от этого эго, который нас мучает, противопоставляет друг другу. Как нам вот отказаться? Потому что оно прям давлеет над всем обществом. Помимо страха, вот это еще эго между людьми. Да, да. Спасибо вам большое. Вот, друзья. В общем, еще раз. 4 ноября. В 12 часов. В 14. В 14. Ой! Ради бога, извините, сейчас вы. 4 ноября в 14 часов дня. Да, 4 ноября в 14.00. Это парк Коломенский. И непосредственно встречаемся около... Нет, не встречаемся. Как сказать? Мы будем. Мы будем, да. Мы будем около церкви Казанской иконы Божьей Матери. Там вот начнется шествие наше. Никто никого ни к чему не призывал за время этого эфира. Ни в каких этих гадостях не сомневался. Да, жертв пострадавших нет. Друзья, поддерживайте друг друга. Сейчас время тотального безумия. Не сходите с ума. Здравый смысл – это самое главное. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд независимого обозревателя, скажем так. Вот. И помогай нам всем. Бог, друзья. Знаете что, и на самом деле берегите здоровье ваше, обрабатывайте руки, приходя с улицы, снимайте верхнюю одежду аккуратно. И после этого обрабатывайте руки. Нервы берегите. Берегите нервы, да. Не болейте. Вот. Будьте здоровы, невзирая ни на какой упырский путинский режим. Помогай нам Бог. До свидания. До свидания.